Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу изложить свои ситуации, с которой не могу найти выход. У меня есть жена и ребенок 5 лет. Так вышло, что завела отношения на стороне, которые растянулись на 3,5 года. Девочка красивая, старая, наверное, психически неустойчивая. Представляете, могла себе надрезвую голову позвонить с работы, и сказать, что я желаю смерти твоей жене. Много ссор было, она хотела, чтобы я ушел от жены. Ребенка ждала и сбываться это время долго, и мне показалось верно. Но в один раз при ссоре мы разошлись на 3 недели. Сошлись, я взял ее телефон. Там обнаружился это знакомство. Она сказала, что искала внимание и сразу же удалилась. Недавно произошла ссора, при которой она сменила номера и квартиру, занесла везде в черный список. Но недавно, спустя 2 месяца, вывела из черного списка. При всем при этом у меня остались чувства к ней. Не знаю, зависимость или люблю ее. Помогите, пожалуйста, дельным советам, как поступить в данные ситуации, и стоит ли возвращать отношения с данным человеком. Спрашивает аноним. Ну, во-первых, хочется сказать, что психологи не дают советов аноним. И я бы сказал, что давать советы в данном случае. Значит, брать ответственность за вас, за вашу жизнь. Вот. Что мне кажется не совсем правильным. Вот. Это первое. Второе. Что есть дельный совет? Ну, что вообще такое дельный совет? Что дельный совет, в принципе, из себя вообще представляет, да? Я думаю, что вы не глупый человек, и я думаю, что прекрасно. Понимаете, что если бы был какой-то совет, который мог бы вам помочь, то есть вот, который вы услышали бы и, ну, сразу бы решили свою проблему, да, то мне кажется, что вы бы ее уже решили, а советом уже бы, в общем и целом, воспользовались бы, потому что, ну, чего ждать. Дело здесь не в совете. Дело здесь в том, что вы игнорируете те перемены, которые у вас происходят. Дело здесь не в советах, а в том, что вы игнорируете те изменения, которые, судя по всему, происходят в вашей семье и лично с вами. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы пишите. У меня есть жена и ребенок. Пяти лет. Так получилось, что завел отношения на стороне. Что значит «так получилось»? Ну, вы из какого-то желания, вы из какой-то потребности, вы из какого-то решения завели эти отношения на стороне. И, соответственно, нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно исследовать. Что это за отношения у вас с данной женщиной? Что они из себя представляют, эти отношения с данной женщиной? Ну, вот. С какими потребностями вы пришли? Что вас в ней привлекло? Понимаете, у вас сейчас кризис семейных отношений. Я думаю, что косвенно он связан с тем, что вы пишете про то, что у вас есть жена и ребенок. Косвенно. То есть, как бы, жена и ребенок, да, это довольно узкое восприятие ваших любимых людей. У меня появилось ощущение, что вы не воспринимаете свою жену, например, как личность. У меня появилось ощущение, что вы видите в ней только жену. И все. Но вот другую девочку вы называете красивой, статной. Вам этого, очевидно, не хватает. То есть, возникает вопрос, да, как вы выбирали, вот, собственно, свою жену? Ну, в смысле, вот. Каким образом вы ее выбирали? Что, вот, в этом смысле, ну, вы делали? Это очень важный момент. Дальше, вы говорите, что вы ссоритесь со своей любовницей. Ссоры с любовницей имеют причины. Да, и вы, в свою очередь, вы, как мне кажется, вносите вклад. Вы вносите вклад в ссору. Нужно понимать, какой именно вклад вы вносите. То есть, нужно понимать, что делаете вы для того, чтобы ссориться, вот, со своей любовницей. ссориться, потому что без вашего участия, без вашего именно участия ссоры бы не было. А раз она есть, значит, вы что-то делаете для этого. Вот, что вы делаете для этого нужно, как раз таки, на мой взгляд, и выяснить. Это первое, пожалуй, и самое главное здесь, в этом контексте. И дальше уже смотреть, да, как бы, чего вы хотите, и дальше уже смотреть, как и что. Вот. Вот как-то так. Поведение девушки, ну, на мой взгляд, является нормальным в том смысле, что она не делает ничего такого сверхординарного, в этом смысле. То есть, она просто, по сути, ну, просто, по сути, реагирует на то, что вы не определились с ней вы или с своей женой. Вот. Женщины в таких ситуациях поступают, ну, в похожем образом, примерно. Вот. Вы говорите, что она ждала, чтобы уйти от жены ребенка, и, наверное, верно, пишете вы, то есть, вы готовы были уйти, но готовы были уйти к ней. Вот это ваша большая ошибка. Если уходить от жены ребенка, уходить нужно самому, не к кому-то. Иначе, получается, костыли. Уходя из одних отношений, потому что вам не хватает там чего-то, вы приходите в другие отношения, где пытаетесь получить что-то, чего вам не хватало, но то, что вы получали в предыдущих отношениях, в новых вы получать не будете. И будет возникать конфликт. Кроме того, сложно полноценно воспринимать человека, когда уже есть, вот, кто-то у вас. Ну, то есть, сложно воспринимать любовницу полноценно, да, как личность, как женщину, как партнера, вот, когда у вас уже есть партнер. Поэтому не совсем понятно, как вы воспринимаете, опять же, повторюсь, эту девочку. И, чтобы в этом разобраться, нужно посмотреть на ваши отношения с женой. Что вас не устраивает? Готовы ли вы с этим что-то делать? Или вы решили, что все, пора разойтись? Понимаете? Вот. Так или иначе, с учетом того, что у вас не все в порядке женой и вы ссоритесь с любовницей, я думаю, что, в принципе, отношения с женщинами у вас несколько сложно складывается. И их в целом нужно, как бы, корректировать, да. Традиционно, классически, это связывается с отношениями с мамой, но тут могут быть различные нюансы. Не обязательно анализировать ваше детство. Возможно, будет просто, ну, достаточно будет просто посмотреть на то, как вы выражаете свою позицию, например. Да? Вот. Как вы выражаете свое желание. То есть, если есть ощущение, что вот вторая девушка не ваша жена, она, как бы, здесь для того, чтобы что-то подчеркнуть в вас. Вот. Вот вопрос заключается в том, что именно и как вы хотите это подчеркивать. И какой конфликт вы, конечно же, в связи с этим проживаете. Вот. Помочь вам разрешить конфликт является задачей психолога. Вот. Естественно, идеальным вариантом было бы, чтобы вы вместе с женой, игнорируя тему любовницы, тему любовницы не понимаем, обратились к психологу и посмотрели на свои отношения, решили, что же вам с ними делать. Либо расставаться, либо гармонизировать. Таким образом, глядишь, и с любовницей вы сможете определиться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.